Я не могу сказать о каждом жителе Свердловской области, но вот лично я не представляю своей жизни без электроэнергии, без тепла. Тоже интернет, все же мы сами энергозависимы. Сегодня любой везде может включить в сеть телевизор, компьютер, телефон. И везде есть розетка, везде есть возможность приготовить себе пищу, сохранить продукты, согреть семью. А эту энергию нам дает с вами что? Первый наш вкл выключателя. Мы включаем, освещаем свое помещение вот этим светом, который нам дает жизненную энергию, и идем в путь уже, пока же, по своему направлению. Энергия – это сегодня действительно жизнь. Апокалипсис. 117 тысяч жителей остались в кромешной тьме. Неработающие светофоры и замерзшие трамваи и троллейбусы образовали гигантскую пробку. Лампочка – это начало нашей жизни. Тогда, когда тебе очень темно, и ты ничто не видишь, эта лампочка тебя освещает, и ты как-то при этом живешь. Субтитры создавал DimaTorzok В 1931 году в рамках союзного распоряжения в каждом регионе были созданы энергосбыты. Соответственно, и в Свердловской области было создано подразделение энергосбыт, которое в дальнейшем стало частью «Уралэнерго», захватывающей не только Свердловскую область, но и Пермскую область, Челябинскую область. Даже в те годы на компанию возлагалась уже функция прототипа нынешнего энергосбережения. До этих лет в качестве привода использовалась не электрическая энергия, а энергия воды, ветра и так далее. То есть ставили водяное колесо, и от него на отдельные механизмы, чуть ли не ременная передача, вал крутили. Город был, это была просто деревня. Очень темный город был. Энергосбыт был создан для того, чтобы способствовать переводу этих механизмов на электрическую тягу. Электроэнергетика России, она строилась, как бы еще вот начиная с плана «Горло», исходя из того, что в первую очередь надо обеспечить надежность электроснабжения. Очень много объектов были, по сути, заводских, которые завязаны, к примеру, со снабжением населенных пунктов, которые, по сути, являются городообразующими. В Соединенных Штатах Америки в 70-е годы был вот такой коллапс. У них погас очень большой район, включая город Нью-Йорк. Отключились метро, лифты, там 50-100 этажные дома. Вот они такое пережили. И сразу поехали в Советский Союз изучать, как это у них такая огромная сторона, такая огромная энергосистема, и как налажена автоматика, что такое развитие обстоятельств исключено. Первый шаг изменений у компании занял порядка 60 лет. Ясно, что это все пересекалось с теми трагическими ситуациями в стране, которые были. Это как раз преобразование энергосбыта-энергонадзора в бизнес. Второй шаг изменений затронул буквально лет 10. Это как раз структурирование вот этого энергетического бизнеса. Произошла распаковка по видам бизнеса. Было создано управление автовых продаж для крупных клиентов. Потом со временем в процессе этой организации был создан центральный сбыт, в котором я и руководила. Он находился в договорных отношениях с самыми крупными потребителями Свердловской области. В центральном сбыте работал самый квалифицированный персонал. Являясь гарантирующим поставщиком электрической энергии, мы обязаны в границах своей ответственности любому обратившемуся к нам потребителю заключить с ним договор энергоснабжения и обеспечить его электрической энергией. Мы не имеем права отказаться в силу того, что этот потребитель нам кажется подозрительным, с низкой платежной дисциплиной, либо не имеющим средств к расчету за ту энергию, которую он будет потреблять в будущем. Мы обязаны продать электрическую энергию каждому, кто обратился к нам. У нас 55 офисов продаж и обслуживания клиентов. Мы находимся почти во всех крупных населенных пунктах Свердловской области. У нас северное направление, западное направление, восточное направление наших офисов. И вот если брать северное направление, это в сторону Серова, Ивдия, Леососева. Удаленность офисов друг от друга достаточно очень большая. То есть это Тайга. Есть офисы, куда мы добираемся только весной, после половодья, потому что туда невозможно другими способами добраться, на вертолетах и так далее. То есть есть даже такие территории, где мы находимся. У нас есть точки для коммуникации с гражданами глаза в глаза. У нас есть определенные потоковые подходы. Это и СМС-рассылки, и колл-центр, и рассылка на электронную почту, работа с гражданами через личный кабинет посредством сети интернет. Ну и на передовой находятся сотрудники нашего фронт-офиса, куда граждане приходят, получив красную квитанцию, в которой отражено, что у них есть задолженность. Безусловно, каждый рубль, который мы недополучаем, в итоге влечет потенциальным риском, что этот рубль не попадет непосредственно к производителю, тот, в свою очередь, не сможет закупить топливо на производство. Ну и, соответственно, они выработают тот самый киловатт-час, который необходим каждому. Но те кассовые разрывы, которые связаны с недоплатами наших клиентов, нам удается нивелировать за счет привлечения финансовых инструментов. Ну и поэтому Свердловская область может спать спокойно, особенно 22 декабря, когда значение энергетики наиболее важно, ну в связи с тем, что день наиболее короток, а темное время длинное и холодное. По 2015 году производство теплоэнергии в Свердловской области составляет 64 миллиона гигакалорий. Что касается электрической энергии, на территории Свердловской области электростанциями вырабатывается, установленная мощностью где-то 10,7 гигаватт, вырабатывается электрическая энергия годовым объемом около 47 миллиардов киловатт-часов. При этом потребление на территории Свердловской области составляет 43 миллиарда киловатт-часов. Что такое выработка электрической энергии? Это мы сжигаем газ, мы сжигаем уголь, соответственно, это все отражается на экологии. Поэтому я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы идти по пути энергосбережения и повышения энергоэффективности. Чем больше сбережем, тем меньше мы приносим вреда для окружающей природы. Сейчас это может быть замена ламп освещения, ламп накаливания, галогеновых ламп, люминесцентных ламп на, например, светодиодные. То есть это позволяет сократить затраты на электрическую энергию порядка от 4 до 10 раз. Уже довольно давно в Свердловской области нет дефицита электроэнергии. И никаких ограничений. Мне кажется, уже выросло поколение, которое не помнит, что вводится в такой-то график, и таким-то потребителям снизить нагрузку до такого-то уровня. В Свердловской области нет дефицита электроэнергии. Сейчас в компании работает более 1400 сотрудников по всей Свердловской области. Сколько я работаю в энергетических компаниях, я отметила очень такую уникальную вещь. Это просто какой-то непередаваемый уровень дисциплины у сотрудников и ответственности. Еще, знаете, очень уникальное отношение к старшему поколению. Идет преемственность поколений. Это продвижение нашей энергетики, нашей деятельности. То есть все-таки в энергетике работать интересно. Поэтому к нам идут работать дети, родители, которые у нас работают. Значит, наша работа, она нужна. В Екатеринбурге везде сегодня устраняли последствия крупной аварии на электросетях. Без света люди провели больше 12 часов. Мы вот сейчас вот просидели без света. Это ужас был. Ужас. Мне кажется, что светло-ка нужно абсолютно всем. И самое главное в жизни, когда тебе светло. То, что у меня есть сейчас, тогда в жизни ничего подобного не было. Это те необходимые условия жизни, среды обитания, которые позволяют чувствовать себя комфортно, жить полноценной жизнью, получать удовольствие от общения со своими друзьями, коллегами, родными и близкими. И быть счастливым человеком. Тепло, свет и уют для меня это семья. Это счастье моих детей. Это мир на земле. Но и семья это одна большая наша компания. Потому что мы проводим 80% времени на работе. Работа это наша вторая семья. Тепло, даже учитывая вот наш корпоративный цвет, этот оранжевый, это вот апельсины. Ожидание какого-то праздника. Запах мандарина, апельсина новогоднего. Вот огоньки, город в огнях, все красиво, все это какая-то сказка. Все это делает Свердлов Энергосбыт. Я думаю, в дальнейшем будет развивать все направления, которые необходимы для жизни. Строить не только уютный дом, но и уютный город. Бытует мнение, что электрическая энергия, она берется просто так из-за розетки. Мы прикладываем к этому стереотипу тоже свою толику. Важно, что если человек платит вовремя и в полной мере, то пускай она также из-за розетки и берется, и больше у него ни о чем голова не бабит. Свердлов Энергосбыт.